Похожая ситуация разворачивается и в городце. Мы уже сообщали, что там начат ремонт гидроузла, и строители почему-то наиболее активно вбивают сваи по ночам. Сегодняшнюю ночь они взялись за это с удвоенной силы. Нашу редакцию жители буквально завалили своими любительскими видео бессонной ночи. Видео снято на разных улицах городца, и нигде от этого боя не скрыться. Пожалуйста, время 22.00. Городец, центр. Время. Наши развлечения продолжаются. Время пол первого ночи. Работа у них кипит. С 9 вечера как начали, так и не пристают. Пол первого ночи. Опять стучат. Мы живем на низу, то есть еще ближе получается. Я вот сегодня, ой, то есть, ну вчера ночью, получается, мы посмотрели новости в 9 часов, пошла ее укладывать спать. Да, половины первого. Я пыталась ее уложить, но просто это было невозможно. Вот этот вот стук, у нас окна деревянные, старые. Такое ощущение, что это под окном кто-то барабанит кувалдой. Я не могла ее никак положить, она вскакивала. И весь день она просто капризная. Конечно, живем чуть подальше, но шума такие же примерно. То есть, это продолжается, наверное, с летом. Вы знаете, сколько сегодня было звонков? Службу 112 у меня. Всю ночь, говорит, не дали даже вот взремнуть. Вот, ну, это, взремнуть за столом. Вы понимаете вот такое? За весь этот период никто не удосужился просто людям объяснить даже, Как долго все это будет продолжаться? Ну, мы живые, мы понимаем, там, какие-то свои сложности в проведении подобных работ. Но это же длится не первую неделю. Служб настоящий муковод. А где нам его увидеть? Прощайте с главе администрации. Ну, вот у вас есть с собой рация. Вы, наверное, можете кого-то везете. Да, рация-то у вас есть? Вопросы были. Почему они выйти с нами на контакт не хотят? Никому нет. Не надо, не надо. А позовите, пожалуйста, нам руковод. Что вы сказали? Мы в прошлый раз прождали 40 минут, к нам так никто и не вышел. Задавайте все эти вопросы выше стоящему руководству. Вы нам его предоставьте, хоть кого-нибудь измерили. Звоните к нему тогда, пусть на голосовую сеть. И сейчас приедут, не переживайте. Мы уберем на пролом ваших. Смотрите, я просто до первого числа в Москве буду. Первого числа, ну, мое мнение, что ночью именно долбить не будут. У нас же эти свои, они и погружаются, и бьются, да? Возможно, ночью мы будем погружать, но в нем будем добивать. Позиции администрации тридцательные, конечно же. Мы прощались к руководству строительства. Два дня было затиши, и сейчас опять возобновилось. Сам глава обращался к подрядчику с просьбой, чтобы ночью не работали. То есть проигнорировали просьбу администрации? Может быть, они не успевают. Сроки установлены, мы только можем ходатайствовать и просить их, чтобы они не работали ночью, что мы и делали. Кстати, по плану ремонтные работы продлятся несколько лет. И потому жители городца хотят привлекать Роспотребнадзор, чтобы официально замерить уровень шула, а потом с этими данными обращаться в суд. Продолжение следует...